итак доброе утро дорогие друзья после емкипура мы как раз после емкипура первый у нас урок я сегодня полностью чистый безгрешный можно так сказать и надеюсь что вы тоже и мы продолжаем изучать тору потому что тору надо изучать всегда утром днем и вечером как говорил бог ешуа бенуна мускового игра табая мама лайва и будешь ты ей и гата именно идея татура это напрягаться у 4 надо именно эта работа по изменению себя то есть взять тору это божественное знание и вставить ее себе в голову вместо не вместо рядом вместо нельзя вставить ну что все что ты знаешь она уже знаешь добавить к тому знанию которому нас учили в школах в садиках в еще где-то вот нужно сейчас добавить туда тору божественное знание божественный свет и тогда свет души изнутри свет божественный снаружи соединиться в интеллекте через слова торы и жизнь будет прекрасная и здесь и там дальше с на следующем уровне то есть так только так можно удостоиться перейти на следующий уровень в своем духовном развитии и когда биоскафандр тела отмирает то сам человек его интеллектуальная составляющая она совершенно спокойно двигается на следующий уровень хорошо дороги друзья все всем хорошего начала нового цикла и сегодня у нас 23 глава 23 глава и находимся мы в девятом отрывке 9 отрывке и говорит нам царь салмон что нам было к нам говорит следующую вещь значит бэзны иксиль алькидабэр и я вуз лице к милых а значит дословно переводится так в уши в уши ксиля ксиле так грешник по вожделению алькидабэр не говори ему лучше ничего и я вуз лице к милых а потому что призрит его интеллект твои слова значит как это работает да у нас есть может быть кто-то кто не самого начала с нами вашему уже 22 вы изучили значит у царя салмона есть деление грешников на две категории есть грешник который называется грешник по вожделению ксиль это грешник который знает что есть бог есть добро и зло есть запрещенное есть разрешенное но этот грешник он ксиль он его вожделение они сильнее чем он то есть его хочу она сильнее чем чем понимание что это делать нельзя и он живет по принципу если нельзя но хочется значит можно узкак он себя успокаивает у него есть два варианта себя успокоить первый вариант это успокоит что богу не так важно выполняя его заповеди или не выполняю что бог меня не заметит это первый вариант то есть он в этом случае не отрицает бога второй вариант это ксиль грешник по вожделению он говорит да это все неправда это все придумали и отрицает бога второй тип грешника называется ивэль это грешник стептик он его вожделение им не управляют то есть у него интеллект сильный и у него интеллект управляет и но в его интеллекте картина мира она скептическая он говорит а я не знаю или это правда или это неправда или это бог или это мне кто-то рассказал то есть он в принципе живет в постоянном состоянии вопроса или да или нет но и мне управляют его животные инстинкты и его хочу теперь здесь нам говорит царь самому теперь нам понятно что здесь он нам говорит в уши ксиля грешника по вожделению не говори тия вуз потому что пренебрежет его интеллект твоими словами ему интеллект не важен грешник по вожделению им управляет желание ты не можешь человеку пьяному объяснять объяснять что-то он не слышит грешник по вожделению он как пьяный его хочу оно ему полностью заслоняет весь окружающий мир и даже если написано на пачке сигарет что есть опасность что он умрет он не будет это читать если ему все люди говорят вокруг что послушай то рано встает тому бог дает а он хочет спать то ему вот эти слова кто рано встает тому бог дает они для него интеллектуально пустые он ими пренебрегает потому что он хочет спать поэтому ему что бог дает что бог не дает он пренебрегает вот этими вот интеллектуальными разными полезными штуками понятно да то есть если в вашем окружении есть ксилим грешники по вожделению то будьте готовы к тому что они будут при пренебрегать пренебрегать с вашими словами то есть это пусть для вас будет не новостью то есть если вы ему объясняете что что-то можно делать что-то нужно что-то нельзя он говорит нет я хочу делать только то что я хочу я буду есть то что я хочу я буду спать когда хочу я буду делать то что я хочу то есть это человек которым управляют его хочу теперь дальше дальше говорит нам дальше царь сама 10 отрывок аль-тасе гвуль олам убезды я тамим аль того здесь он переходит в систему как работает мир и он нам говорит такую вещь интересную аль-тасе гвуль олам он говорит не передвигай границы мира убезды я томим аль того и в поля я томим сирот не заходи какая связь между границами мира и полями сирот значит смотрите вот многие могут сказать что мир изменился за последнее время да то есть мы видим своими глазами за последние например 10-20 лет 30 лет мир кардинально изменился но если мы посмотрим глубже изменился ли мир за последние 30 лет то он не изменился то есть как были войны так войны и остались вдруг не начинает час карам в нагорном карабахе азербайджан и армения начинают воевать да то есть совершенно вдруг две страны живут рядом у каждого свои дела своя жизнь свое все и вдруг полная мобилизация война до победного конца пушки стреляют танки ездят у куча убитых раненых за что ведь ну по большому счету десятой не 10 даже тысячной доли тех денег которые будут потрачены на войну хватило бы чтобы сделать из нагорного карабаха дубаи понимаете то есть это огромные деньги там живет мало людей можно было бы обе страны вместо того чтобы воевать убивать и так далее сделали бы туда бы вложили бы эти деньги и спокойненько бы все были бы счастливы люди там сделали бы свободную экономическую зону люди воевали обманывали есть преступники которые они как бы источники зла есть люди которые 80 90 процентов людей которые как малые дети которые куда им скажешь туда они идут то есть они в принципе такие как сми средства массовой информации то есть ими руководить сми и есть там один процент 23 процента это людей святые люди которые полностью чувствуют ощущают связанные с богом но они к сожалению святые люди они обычно не такие сильные не такие влиятельные они не не пытаются влезть во власть и так далее потому что чтобы залезть во власть и нужно перейти через очень много моральных принципов и принципов добра и получается что миром управляют вот эти вот злодеи большинство людей большинство людей просто людей они 90 процентов идут по сми что им в голову льют то они слушают и значит мир не изменился так было есть и будет во всяком случае последние тысячи лет все идет именно так теперь говорит нам царь соломон 3000 лет назад вмешли в десятом отрывке 23 главы альтасе гвулю лам он говорит не передвигай границ мира до межедавний то есть есть бог установил изначально вот первый человек дерево познания добра и зла вот тебе сад обрабатывая землю работой значит это дело это не делай понятно понятно законы не изменились у тебя есть в этом мире возможность какая честно трудиться обрабатывать землю слушаться бога быть счастливым или у тебя есть возможность выдумывать обманывать куда-то там двигаться непонятно куда и так далее царь соломон мудрейший из людей нам сказал не двигая границ мира мир какой был такой и останется убездая томим аль того в поля я томим это сироты не заходи значит в этом мире есть почему-то это очень ну странно непонятно но есть в этом мире люди которым плохо например сироты сирота это очень тяжелый статус когда у человека в убили родители или умерли родители они заболели и вот остается сирота который маленький ребенок которому в принципе он беззащитный если если в люди вокруг они не живут по божественным законам то что с ним сделают у него все заберут то есть если это джунгли то этого беззащитного ребенка в джунглях сидят его он бесправный он беззащитный он ну как бы что но можно все забрать все можно у него забрать и получается что когда говорит царь салмоном десятом отрывке не сдвигай границу мира и в поля бездом сирот не заходи и 11 отрывок он объясняет объясняет предыдущий и говорит в одиннадцатом отрывке тигу тигу алам хазаку я риф и 3 вам и так потому что спаситель их очень сильный и он будет за них заступиться и будет с тобой за них как воевать бороться и ну то есть будет за них заступиться бог то есть на примере сирот ты можешь определить насколько общество она живет на божественном уровне из тех странах которые очень далеки от бога и которые потом которые потом они исчезали например такие страны как древний рим древняя греция и так далее то есть у них в этих странах у них была syra там отношения очень плохое то есть они жили по закону силы и по закону силы те кто живут по закону силы которые забирают отбирают града все эти вот татаро-монголы которая весь мир хотели захватить эти нацисты чтобы сервис их память которые хотели захватить весь мир и все весь мир поработить И прожили всего они 12 лет, но они за это время успели уничтожить 80 миллионов человек. То есть мы видим, что миром управляет Всевышний, но эти законы, они на первый взгляд, вот они сразу невидимы, да? Но на сиротах ты можешь проверить, как это будет. Интересно здесь, мне было интересно, а как вот в жизни бывает такое, чтобы сироты, они потом поднялись на очень высокий уровень? И я нашел, вот буквально нашел я два сразу примера, что есть несколько людей, которые входят в самые богатые люди мира, которые были сироты, которые в детстве ужасно мучились, но потом они стали миллиардерами. Теперь можно предположить, что не только они. Есть Мишна в Пертьявод, в Пертьявод есть мечта такая, которая говорит следующее. Значит, там смысл такой, что уважай каждого человека и относись с вниманием, с уважением каждой вещи. Что нет у тебя такого человека, у которого не было бы своего часа, и нет такой вещи, у которой не было бы своего места. И там приводится один из комментариев, что когда-то евреи обидели одного пастуха. Это был маленький мальчик-пастух, который был римский пастушок такой. А потом он стал, этот римский пастушок стал солдатом, потом он стал генералом, и потом он стал над Израилем. Он был губернатором, который управлял от имени Рима Израилем. То есть, если в обществе относятся плохо к сиротам, то потом Бог будет с этим обществом воевать за этих сирот. И может быть, не конкретно за какого-то, но если не в самой стране нарушаются законы добра, то эта страна обычно исчезает. Все, вот такой вот смысл этого одиннадцатого отрывка. И давайте подведем итог. Первое. Все, что царь Соломонов в девятом отрывке предупредил, что все, что ты рассказываешь грешнику по вожделению, он это слушать не будет, потому что оно мешает ему делать то, что он хочет. И понятное дело, что есть такие люди, не дай Бог, которые там есть целые организации, причем очень часто это влиятельные разные люди, политики, которые этих маленьких детей, они их насилуют даже. То есть, это сейчас страшная в мире вещь, это непонятно, какое у них это мышление, которое этих детей крадут, забирают для того, чтобы делать над ними насилие. Но есть такие люди, сейчас открыли там целую сеть в Германии, 30 тысяч человек. Ну, то есть, очевидно, что это те как раз потомки нацистов, которые в концлагерях уничтожали миллионы людей, и сейчас они издеваются вот над этими сиротами. Теперь, значит, вот эти грешники по вожделению, которыми управляют их вожделение, они, естественно, они, понятное дело, ничего не услышат. Это нас царь Соломон предупреждал, что они будут пренебрегать словами мудрости и словами добра. Дальше, десятое. Царь Соломон нам сказал, что не пытайся изменить мир. Мне очень нравится, есть одно выражение. Его передают от, я его слышал от разных-разных людей, от философов, от каких-то там священников, от раввинов. Но смысл этого выражения такой, что, очевидно, многие из них пришли к этому же заключению. Пришли к одному и тому же заключению. Выражение такое, что когда я был молодым, я думал, что я смогу изменить мир. Потом, когда я стал постарше, я понял, что мира изменить не смогу, я хотя бы должен изменить свой город. Потом я стал еще постарше, я понял, что город я тоже не смогу изменить, я должен изменить хотя бы семью. Потом я еще какое-то время пожил, и когда я стал уже старшим, опытным, то что получается? Получается, что я понял, что мне бы хоть себя изменить. Только бы себя изменить. Теперь это то, что говорится в десятом отрывке. Не двигай границы мира. Мир такой, какой он есть. Бог его таким установил. И главное, займись тем, чтобы в поля бесправных сирот самому не обижать тех, которые тебе кажутся бесправными. И одиннадцатый отрывок нам Бог сказал, что он следит, конкретно следит за порядком в мире. И зло будет наказано в любом случае, то есть внешнее зло будет наказано в любом случае, но каждый из нас ответственен за свое внутреннее состояние, за то, чтобы делать больше добра и стараться не делать зло вообще. А что такое добро и зло? Это как раз главный вопрос, на который или человек ищет ответ, или он нашел ответ. То есть если ты понимаешь, что Бог должен был сообщить свое знание миру, и если мы, евреи, верим в Синайское откровение, что Бог на горе Синай открылся, Машерабейну получил Тору, спустился с горы с десятью заповедями, у него были скрижали, и он с десятью заповедями со скрижалями спустился с горы. Эти десять заповедей, они известны всему миру. И потом крестьяне эти десять заповедей, они начали использовать как основные свои заповеди, но это то же самое. То есть в Торе эти десять заповедей, они являются основными, и в них сосредоточена вся Тора. Все, дорогие друзья, это добро и зло, а дальше каждый для себя должен решить, как в своей жизни это использовать. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего, хорошего дня, полного работы над собой, чтобы добро побеждает зло в жизни каждого из нас и в мире в целом. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok